Похоже, что турецкий президент Раджеп Эрдоган принял решение повысить ставки в противостоянии с Кремлем и перейти к следующей фазе ливийской военной кампании. Дроны Анкары в тесном сотрудничестве с правительственными войсками этой страны уже продемонстрировали свою эффективность, произведя жесткую зачистку в районе ключевых позиций террористов. Чего стоит одно лишь взятие авиабазы Альватия и регулярные удары беспилотников по каналам поставки Тархуны. Дроны заставили путинских наемников дрожать, как перепуганных хомячков. И теперь пришло время для следующего шага. Потеря стратегически важных территорий принесла свои плоды. Боевики Вагнера понесли серьезные потери и стремительно покидают зоны, которые находятся вблизи передовых позиций армии Хафтера. Стало известно, что их там нет и в экстренном порядке Драполи из Южного Триполи, перебросив свои силы на трех грузовых самолетах в глубокий тыл, город Бейни-Валид. Для понимания, эта местность находится в 150 километрах от линии фронта. Видимо, как раз на таком расстоянии у наемников из ЧВК Вагнера перестают трястись коленки, а турецкие ударные дроны не травмируют ранимую психику российских террористов. Авторитетное агентство Reuters сообщает, что путинские отпускники покинули окрестности Южного Триполи после череды поражений, в которых погибло множество боевиков частной военной компании. Причем эвакуация кремлевских «Алла-лож» произошла в максимально укомплектованном виде. С фронта уперли тяжелую технику и все оборудование. Среди замеченной техники присутствовали кастрированные российские «Тигры» и получившая всемирную известность ЗРК «Панцирь», которая покинула город своим ходом. Не факт, что все 150 километров системе ПВО удастся преодолеть в целости и сохранности. Мы хорошо знаем, как сильно турецкие вооруженные силы любят делать бараний шашлык из кремлевских панцирей. Военные эксперты уже заявили, что бегство россиян станет тяжелым ударом для голодранцев генерала Хафтара. Эта группа иностранных наемников является одной из самых оснащенных с технической точки зрения. Страшно подумать, с чем тогда воюют рядовые боевики бедного халифа, если бесполезный хлам из РФИ для них является передовой техникой. Причиной сверкающих пяток ЧВК Вагнера может послужить еще один весомый фактор. Как мы упоминали в начале, есть все основания полагать, что Анкара перешла к следующему этапу военной операции в Ливии. За короткий период времени из Турции прилетело пять тяжелых транспортников. На их борту, помимо припасов и оборудования, присутствовала бронетехника, которая уже успела засветиться на улицах Южного Триполи. К примеру, в объектив попал новейший образец боевой машины пехоты «Тулпар». Он вел огонь по противнику из 30-мм пушки, поддерживая наступающие правительственные войска. Ранее также появлялась информация о том, что на территории Ливии работает турецкая самоходная 155-мм гаубица «Фертына». Вероятно, Реджеп Ардаган не терял зря времени, а по ходу захвата воздушного пространства быстро укрепил сухопутные войска правительственной армии. Но самое интересное открытие было сделано в районе аэропорта, который Анкара использует в качестве основного транспортного узла. Здесь были замечены модернизированные ЗРК американского производства МИМ-23 «Хоук». Они способны перехватывать воздушные цели на расстоянии до 40 км и являются хорошо проверенной системой, позволяющей эффективно утилизировать российские МИГи. Хотя этот комплекс является достаточно возрастным представителем вооруженных сил Анкары, однако его используют в тандеме с гораздо более свежими разработками. Например, установка «Хисар» является одной из новейших систем ПВО средней дальности. Она закрывает небо на дистанции в 25 км, подстраховывая уже упомянутые нами «Хоуки». Такое разнообразие наземной техники демонстрирует, что жалкие попытки лысого деда по фамилии Путин переломить ход событий в Ливии не будут иметь успеха ни при каких обстоятельствах. Когда Турция приняла решение надавать по щам российским болванчикам, то использовала для этого не мифические мультики, а вполне реальную силу. По этой причине их там нет и из ЧВК Вагнера вынуждены драпать из окрестностей Южного Триполи. Для них единственный шанс на спасение – безоговорочная капитуляция. В противном случае МИГи и Сушки будут падать на Землю по причине сильной ракетной гравитации. А российские наемники полетят на родные просторы в индивидуальных ячейках эконом-класса. Субтитры создавал DimaTorzok